Я сейчас посмотрел, очередь ожидания на аттракцион Микки Мауса 75 минут, а на башню ужаса 50, пойду-ка я к этой башне, видите, вдалеке ее видно, Hollywood Tower Hotel называется, да, Tower of Terror по-другому, вот, иду сейчас туда, вон, видите, очередь на Микки Мауса гигантская, сейчас опять тучки черные понабежали, это нехорошо, я надеюсь, все-таки ненадолго, там он, кстати, он Чипа Диэл с детьми фотографируется и веселятся, желуди свои там достают, кстати, вы в курсе, что теперь ледниковый период, да, мультфильмы Белка тоже принадлежит компании Дисней, так как они получили права на все проекты 20 век Фокс, так что я не удивлюсь, если когда-нибудь здесь будет что-то посвящено этому тоже вот здесь, кстати, можно фотографироваться, а внутри, вон, видите, Star Wars Lunch Base персонажами из Звездных войн, сейчас я туда не пойду, может быть, попозже проверю, да, когда будет поменьше, уже аттракционов для меня оставшихся, ну как, по сути, если я сейчас на башне прокачусь, то мне останется только вот этот, который я еще не сделал сегодня, да, как я уже сказал, несколько других аттракционов, они либо слишком чересчур детские, либо нет смысла ждать, да, по два с половиной часа, кстати, вот сейчас в статах-парках можно встретить, точнее, в парках можно встретить статуи в честь 50-летия вот этого комплекса парков Disney World, да, помните, я говорил в Орландо их четыре, да, Animal Kingdom Magic, Kingdom Epcot и Hollywood Studios, вчера я вам показывал Epcot, сегодня Hollywood Studios, ну а другие два, может быть, когда-нибудь я вам покажу в будущем, но точно не в эту поездку, да, я там был, и пока я решил не возвращаться, во-первых, дороговато, во-вторых, я посмотрел все, что хотел, и мне этого хватило, по крайней мере, на данный момент, но говорят, что там планируются новые зоны, новые аттракционы, и поэтому, возможно, допустим, лет через 5-10 я туда еще вернусь, вот, посмотрим, да, и, кстати, вот статуи, которые я только что рассказывал, они находятся в этих парках в честь 50-летия Disney World и в честь столетия компании Disney, в целом, да, представляете, 100 лет недавно исполнилось, вот, и там персонажи из разных совершенно мультфильмов, да, как новых, так и старых, популярных, так и менее популярных, и всего статуи, если я не ошибаюсь, по-моему, 50, да, то есть, ну, грубо говоря, по 10 статуи, там, может быть, по 11-12 статуи в парках, вот, и сейчас я иду на один из моих самых любимых аттракционов в этом парке, это вот Hollywood Tower of Terror Hotel, да, это вот тот аттракцион, про который я вам говорил раньше, где вы садитесь в лифт, вас поднимают наверх, потом сбрасывают, потом вновь, вновь поднимают наверх, потом вновь сбрасывают, немножечко страшновато, но не так страшно, как если бы это было все открыто, видите, тут как бы закрытый этот аттракцион, и только в определенный момент, когда уже на самом верху открываются, так сказать, окна, и тогда можно увидеть, насколько вы высоко поднялись уже, да, но по ощущениям, когда ты внутри, оно не настолько сильно, как если бы вы были бы на аттракционе без стен, без, без всего, вот, кстати, 45 минут ожидания, неплохо, достаточно неплохо, это, это здорово, так что, да, если вы боитесь, конечно, лучше не идти, но с другой стороны, как вы узнаете, испугаетесь вы или нет, если вы туда наверх не подниметесь, кстати, я вам не рассказывал, по-моему, приложение My Disney Experience, да, которое я вам настоятельно рекомендую установить, во-первых, вы можете заказывать еду в ресторане до прихода туда, и когда вы придете, уже, оп, все и готово, это вам очень много сэкономит времени, во-вторых, вы можете посмотреть там количество времени ожидания на аттракцион, да, какие аттракционы внезапно закрылись по каким-то причинам, какие открылись, какие мероприятия, шоу будут, с какими персонажами вы можете увидеться, и там есть еще одна опция, называется Ginny Plus, по-русски, Gin, да, плюс, а Gin, это вот, который персонаж из мультфильма Аладдин, и если я не ошибаюсь, сейчас 30 долларов эта опция стоит, и там вы можете себе забронировать место в ожидании, ожидания в очереди, да, то есть, грубо говоря, например, получили вы свою бронь на час дня, и в час вернулись, ну, грубо говоря, как у Стражи Галактики вчера, типа того, и помимо этого вы можете приобрести также то ли 10, то ли 15 долларов пропуск на аттракционы вне очереди, да, но только если вы купили это дополнение от Ginny Plus, и честно, ребят, но мне кажется, смысла в этом нету, я уже второй раз в этих парках здесь, и в Калифорнии также было, нет смысла тратить деньги, если это не какой-то там сумасшедший праздник, например, там, я не знаю, Рождество, там, 1 января, или там, День Благодарения, или День Независимости США, да, потому что, если вы грамотно распланируете весь свой день, и будете постоянно проверять и следить, куда вам чего, то вы всё успеете, это всё реально, да, вы видели, вчера я обошёл все аттракционы, и это вполне возможно вообще сделать без всяких проблем, так и здесь, да, по сути, вот сейчас, час тридцать дня, ну окей, здесь я ещё минут сорок, а потом аттракцион Микки Мауса, час в ожидании в очереди, в среднем, да, ну и, грубо говоря, допустим, если в 2.30, да, отсюда я выйду, ещё один час в 3.30, и у меня ещё остаётся пять с половиной часов повторить аттракционы, да, но не считая того, что я два аттракциона не буду делать, потому что у них смысла, мне кажется, нет, вон там, не знаю, видно вам или нет, но лифт как раз сейчас падал, и поднимался, т36. Якоби отель построен в 1917 году, ну и атмосфера такая соответствующая, blinking сделан типа заброшенный отель. Субтитры сделал DimaTorzok 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 К сожалению, этот аттракцион закрыт Да, они ремонтные работы проводят уже месяца два, да, и еще продлится это несколько месяцев Когда они закрывают какой-то аттракцион, да, они проверяют там все, ну, все, все болты, все гайки, чтобы все идеально работало, да, потому что никто не хочет, чтобы, не дай бог, что-нибудь произошло Поэтому тут делается все четко и грамотно, да, надолго аттракцион закрывается, а не так, что там два часа проверили якобы и все, да, нет Вот, и этот аттракцион Вот, и этот аттракцион, ребят, если вы сюда вернетесь, ну, точнее, поедете в будущем, да, он посвящен группе Aerosmith, потому что он был создан при ее помощи, да, и это невероятно быстрые американские горки с музыкой группы Aerosmith Вот, и по сюжету вы VIP-фанаты, которые получили от них специальные пригласительные, да, в последнюю минуту, и вы на суперскоростном лимузине должны добраться на их концерт Вот, здесь, кстати, вот идет шоу тоже для детей по мультфильму Тачки Вот, я смотрел, мне второй раз, честно говоря, не особо интересно смотреть Вот Так что, да, к сожалению, аттракцион закрыт, он один из любимых у меня в этом парке Вот, ходит слух, что они могут поменять сюжет, да, потому что группа Aerosmith уже не настолько популярна, как она была там в 90-е, да, когда аттракцион открылся Вот, но пока официально Disney на эту тему ничего не говорил Вот, ну и, говорят, тут много еще нового всего откроют А так, по-моему, я уже немножечко упомянул, да, что этот парк, в отличие от всех остальных, преобразился капитально с того момента, как его открыли Тут поменялось очень много всего, очень много аттракционов, очень много зон, да, и он практически не похож на его изначальный вид Исключение ради что составляет вот этот аттракцион, когда он заработает, да, аттракцион, на котором я только что катался, да, башню ужаса И маппеты, все остальное, все остальное тут новое, либо изменено, вот А здесь, кстати, вечером, вот будет шоу Фантазмик в 8 и в 9.30 Я пойду, наверное, на шоу, которое будет в 8, но не знаю, посмотрим Может быть и в 9.30 Да, сейчас как бы 2.15, считай, осталось, что у меня только один аттракцион, на котором я не прокатился еще А здесь идет шоу для всей семьи по мультфильму Красавица и Чудовище, да, это мюзикл, но не бродвейская версия Это очень сокращенная на 25-30 минут постановка с основными элементами сюжета Вот, кстати, обязательно, ребят, рекомендую, если вы все-таки приехали сюда или в другие парки Диснея Обязательно сходите хотя бы на одно шоу посмотрите, потому что это достаточно интересно Вот, и на любой вкус, и самое главное, что шоу постоянно обновляют, новые шоу делают Так что даже если вы вернетесь через пару лет, будет уже что-то новое, посмотри Кстати, вон прикольные сувениры по Красавице и Чудовище Можно купить кружку, подсвечник, часы, книгу Да, вообще тут для детей, вон, смотрите, сколько для детей всего Всяких кукол разных, что тут только нету Всякие платья, футболки, толстовки, рюкзаки, кепки, игрушки Кстати, вот что самое удивительное, у них очень мало магнитов Да, я бы подумал, что у них тут тысяча вариантов разных магнитов, нет На самом деле, по какой-то причине очень-очень мало Вот, но у них зато очень много-много значков Можно выбирать себе сколько угодно Как я говорю, их уже несколько тысяч разных выпущено И они продолжают и продолжают выпускать, все новые и новые Вот, прохожу мимо, тут много разных, видите Дэвид Копперфилд В 94-м году был Некоторые, блин, фиг прочитаешь подпись Стив Мартин, актер В 91-м году А тут вот сделаны, видите, типа приколы Гуфи Да Актер Рэй Лиота в 95-м году Некоторые не разобрать В 89-м году Самуэл Джексон в 95-м Вот Так что, да Такая вот Небольшая реплика Голливуда Вот, кстати Жалко, что я не снимал, когда был в Лос-Анджелесе Если я туда вернусь, я обязательно сделаю выпуск Потому что есть что про Лос-Анджелес рассказать Но, ребят, если вы туда поедете, будьте бдительны Этот город очень грязный, очень опасный И нужно знать, куда идти, куда не идти И в какое время туда идти или не идти Вот Сейчас аттракцион закрыт По техническим неполадкам Но, дай бог, его скоро откроют И моя интуиция меня не подвела Помните, я сейчас только что говорил, что они закрыли Это аттракцион по техническим причинам Да, там какие-то были неполадки И Я думаю, окей Ну, раз уж я все остальное посетил У меня немножко устали ноги Потому что я много стоял и ходил Думаю, дай-ка я сяду где-нибудь тут По близости с этим аттракционом А вдруг его откроют Не прошло 10 минут Его открыли И это здорово Потому что передо мной Ну, человек, наверное, 30 Максимум 40 Вот А это значит, что мне не придется целый час стоять в очереди Это значит, что можно Быстренько пройти Достаточно, ну, минут за 5-10 Вот Видите, ребят? Грамотная стратегия Надо знать, что делать Делать вовремя и правильно И Считай За 5 с половиной часов Открытия парка Я посетил все аттракционы, которые хотел Вот Их было немало Да При том, что в некоторых мне пришлось постоять Поэтому Когда знаешь, куда чего идти Куда идти в приоритете Да Запасные варианты То тогда Все здорово И достаточно быстро получается И все успеваете Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну вот Достаточно прикольный аттракцион Да Он сделан На той же технологии Что и аттракцион По Звездным Войнам Да То есть там рельс нет И Каждая машина ездит По-своему В определенном Порядке Как робот-пылесос Да Вот И Сейчас Еще трех часов дня нету Да Без DC3 И Я посетил все аттракционы Кроме двух Потому что Это Как я уже говорил Один слишком Примитивный Я на таком уже сто раз бывал В разных парках Да Включая Парки Диснея Второй Слишком долгое время ожидания Да То есть по сути Ребят Если вы Сюда приедете И хотите Посетить Каждый аттракцион Это все Это все Вполне Реально Да Если прибавить Сейчас Два часа ожидания На То аттракцион На который я Стоять не буду Плюс Плюс еще Я на нем Был уже в прошлом году И Я иду Исключительно Туда Чтобы записать Показать вам Потому что это Шоу Нереально Крутое Такое ощущение Что перед тобой Происходят съемки Фильма Да Там и взрывы И огонь И Что там только нет И крутые Невероятные Каскадерские Трюки Поэтому Если вы здесь Когда-нибудь будете Я обязательно Рекомендую Посмотреть это шоу Оно кстати Сделано по фильму Индиана Джонс Да Кстати он Сфотографироваться С Микки Маусом И Минни Маус Стоит Ой не стоит А 55 55 минут ожидания Видите Вчера Сколько я там Пять или десять минут Простоял Да Поэтому Если вы хотите Фотографию С Микки Маусом То лучше делать Это в парке Эпкат Намного меньше Очередь Вот А сейчас я ищу Где же вход В это шоу Индиана Джонса Пойду туда И если места Еще есть Я его посмотрю Если нет Ну Ау Потому что До начала Осталось Всего лишь Двадцать минут Посмотрим Вот А вообще погодка Сегодня Очень интересная То тепло То холодно То Тучи серые Придут То солнце выступит И так вот Весь день Но благо Что Дождя Нету Да Он был совсем Чуть-чуть Как я сказал И все И закончился Так А шоу Индиана Джонса Где-то Вот здесь Наверное Или нет Или чуть дальше Нет Это Вход в ресторан Наверное Дальше Сейчас поищем Где Вот кстати Видите Какая Высокая Башня Ужаса И Очень прикольный Аттракцион Мне нравится Я несколько раз На нем уже катался До этого До сегодняшнего дня Да И Его точная Практически Идентичная Копия Есть В парижском Диснейленде Да В парке Дисней Холливуд Студиос Да В Париже Вот Тут еще Одна такая Небольшая Зона С ресторанами Кафешками А вот Кстати Вход На Шоу Про Индиана Джонса Вот И видите Несколько раз День идет 10.45 12.00 15.00 3.15 4.30 Вот такой Здесь большой Театр День идет Театр День идет День идет Театр Дня идет День идет Джонс Субтитры делал DimaTorzok 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 Да, какие-то эти макеты применялись при создании фильма. И костюмы тоже. Вот так вот, скромненький такой маленький-маленький совсем музей. Да, и пойду дальше прогуляюсь. Я возвращаюсь сейчас в зону звездных войн, но я покажу другую часть этого места, которое ещё не показывал. Да, я пошёл сегодня вот туда, а сейчас я пойду в эту сторону, потому что эта территория достаточно большая. Здесь, кстати, можно приобрести спрайт и кока-кола вот в такой форме. Кстати, вон люди своими новоприобретенными дроидами управляют. Продолжение следует... Тут, кстати, есть интерактивные игры, да, у вас должен быть специальный браслет, вот такой приобретенный, и здесь можно на экранах разные игры делать, управлять, например, найти такого-то инопланетянина, потом другого, да, вот что там, отсканировать что-то надо, вот, и этот браслет, он не только для этого, вы можете его использовать как ключ для гостиницы в отелях Диснея, да, потом также использовать его как входной билет, да, это, грубо говоря, браслет, который вы прислоняете, вот, и проходите, а потом можно к нему привязать карту и оплачивать здесь везде, ну, и вот такой вот тоже интерактив разный. Раньше в отелях Диснея эти браслеты давали бесплатно, вот, но после пандемии они сделали их платными. Стоит недешево, но у них очень-очень много разных сейчас вариантов сделано, да, просто практически по всем существующим мультфильмам и фильмам Диснея, то есть на выбор там сотни-сотни разных этих браслетов, да, можно приобрести любой. Правда, стоят самые дешевые от 30 долларов, а такие эксклюзивные там какие-то по 75 вроде бы, если я не ошибаюсь, вот. Но я брать не стал, я посчитал для меня лично, это была пустая трата времени, вот. Но кому-то такое дело нравится, да, опять же, кто-то посчитает, что сбор и покупка светового меча это пустая трата времени и денег, но, видите, тут ухаживаю свои приоритеты. Вот. Вот аттракцион популярный, да, по Звездным Войнам. Вообще тут фотографироваться можно бесконечно в этом месте, потому что тут реально очень-очень-очень много всего. Кстати, фотографов здесь можно попросить сфотографировать вас на телефон, для них это вообще никаких проблем. Да, СОА за это деньги не возьмут. Но если вы фотографируетесь на их фотоаппарат, да, они сканируют ваш билет, потом фотографии все приходят в ваше приложение, но они с водяными знаками, да, и если вы хотите их приобрести, их надо покупать либо отдельно, либо, как я уже говорил в прошлом видео про парк Эпкот. Нужно раскошелиться неплохо. А, кстати, вот этот сейчас очень популярный здесь персонаж из сериала «Мандалорец», и у него он Бэйби Йода. Он еще двигается. Вот. Ну, вообще, да, это настоящий рай для фанатов и поклонников Звездных Войн. Как я уже говорил, территория достаточно большая. Тоже каких только игрушек и вещей по Звездным Войнам нет. Вон. Сколько такой плащ стоит? 130. Видите, мне здесь нравится тем, что здесь никто тебе не скажет. Хватит снимать, нельзя снимать. Ни как на Камиконе. Кстати, здесь вот этот попкорн. Я читал и рекомендую попробовать. Ну-ка, посмотрим. Вот такой вот попкорн. Межгалактический. Интересный микс попкорна, на самом деле. Это виноград, лимон, вишня и что-то еще я не могу рассказать вкусно. Вот. Вот такой вот. Ну, необычный вкус, но я бы не стал прям рекомендовать, честно. Ну и сейчас потихонечку надо найти, где находится вход здесь для сборки светового меча. Потому что на карте места не указано. Это такой квест, да, чтобы люди нашли, поискали. Вот. Тут, кстати, интересный ресторан внутри тоже. Ну, вот я вернулся к тысячелетнему соколу. Конечно, ребят, очень здорово поработали люди здесь, Дисней. Создатели этого места. Создали прям целую полноценную планету. Да. Реально очень круто. А тут вот шоу небольшое. Про злодеев из Звездных войн. Про злодеев из Звездных войн. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну вот и пришло время собрать световой меч Дали мне вот такую подсказку Чтобы можно было прочитать какие детали есть Здесь тоже много людей уже достаточно собралось Они каждые 20 минут проводят группу Да и здесь вход только по броне Потому что желающих очень много И как я говорил Стоит это удовольствие недешево Очень-очень недешево Сколько не буду говорить Сами если хотите узнаете Но да Раз в жизни, как мне сказала одна девушка С которой я стоял в очереди На фотографию с Дартом Вейдером, актером Да, Хейденом Кристенсенсом Господи, я никак не могу имя произнести Хейден Кристенсен Вот с ним Ну а сейчас вот ждем, когда нас позовут Нам дали вот такие вот пропуска Значки Где тут вот Вот И дальше можно будет выбрать Один из четырех кристаллов Синий, зеленый, красный и фиолетовый И все, кто меня хорошо знает Я люблю больше всего фиолетовый цвет Поэтому у меня будет такой же цветовой меч Как у Сэмрила Л. Джексона В трилогии, в оригинале Ну, не оригинальной трилогии А эпизод один, два, три Да Вот И рукоятку там Можно собирать самому Да, выбирать из предложенных вариантов Хорошо, пожалуйста, можно будет выбрать Хорошо, пожалуйста, спасибо Спасибо, что вы у меня Хейден Кристаллы Спасибо, что ты Немного Матчатка Вот Я не знаю Хейден Кристаллы Вып criticized Детка Расслабаться Спасибо Субтитры У меня есть Немного Этот Хейден 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 45 минут вот я долго конечно не высидел помочь одному скучно грустно ну как-то так вот но день в общем удался кто-то прилетел что вот да день удался я конечно же устал потому что день был длинный и вообще не только день вся неделя до засыпаюсь в два часа где-то ночи пока доберешься пока доедешь до пока уснешь 6 30 всем встаешь короче маловато сна да и каждый день вот бегать 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 но ребята но того стоит до такой марафон даже в отпуск потому что это впечатление на всю свою жизнь да и вы потом будете не раз это вспоминать скажите как же было здорово а если вы еще это и запишите на память так же как я это сделал это еще лучше потому что можно будет пересматривать да и вспоминать все эти моменты я очень жалею на самом деле что я не начал вести видеоблог давно представьте если бы я это делал но последних так лет десять это ж я уже наверное давным-давно был бы очень известным блогером потому что я за последние 10 лет посетила свыше 40 стран да и около наверное 150 разных городов за это время вот но лучше поздно чем никогда как люди говорят да одна моя хорошая подруга всегда так говорила я с этим абсолютно согласен лучше поздно чем никогда поэтому по крайней мере сейчас я буду все записывать и для себя и для вас и для родственников своих и для друзей своих чтобы все могли посмотреть и почувствовать хотя бы частичку того что чувствую здесь я да и может познакомиться со мной получше да если кто меня плохо знает вот вопрос это вот 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 и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Эта неделя в Орландо была потрясающая Ну, кроме одного дня на Камиконе, когда у меня вся энергия пропала, да, из-за плохой организации именно Хотя в целом, как я говорил, само мероприятие отличное, да, много интересного всего было Просто очень плохо организовано, к сожалению, да Ну, а все остальное мне понравилось, было здорово, я отлично провел время Завтра я, если ничего вдруг не изменится, увижусь со своей коллегой, да, в Орландо И мы с ней сходим в самый большой Макдональдс в мире Да, на обед поболтаем, и потом она убежит на работу ей, вот И да, и на этом мои приключения в Орландо завтра завершатся Я не знаю, куда я еще пойду, что-нибудь я посмотрю, может нет Может, я просто поеду обратно в отель, посмотрим Потому что ноги отваливаются, если честно, каждый день по 35-40 тысяч шагов За последнюю неделю это многовато с непривычки, знаете Одно дело, если ты это каждый день делаешь, да А другое, когда ты спортом перестаешь заниматься на длительное время Потом опять начинаешь, потом опять прекращаешь И да, и у тебя ноги отвыкают И тогда ты думаешь, господи, как я еще стою Но это полезно, я не жалуюсь Это здорово, это хорошо Вот, для меня же Потому что я много всяких сладостей, разных фастфудов поел Пока я здесь был, да Поэтому это отлично, то, что я много хожу Вес сбрасывать, знаете Вот Ну и как бы да, на этом все Я не знаю, может быть завтра я что-нибудь запишу Может быть нет Да И потом я еду в Атланту Да В Атланте тоже будет Немного всего Как здесь Но тоже будет достаточно интересно Вот И посмотрим Осуществлю ли я все планы, которые Хотел или нет Это будет абсолютно новый для меня город Я там еще не был Да, в отличие от Орландо Вот Так что До встречи, новым приключениям Вот